Беседа, когда отправлялся в ссылку. Торжественное у нас слово, братья мои. Блистательное собрание наше, подобно морю обширному и полноводному, но не возмущаемому ярости ветров, потому что здесь Матерь Мира, укращающая ярость ветров. А сегодня же будут говорить, такой-то и такой-то родился там, и сам Всевышний укрепил его. Дети мои, меня намереваются убить, но что мне бояться смерти? Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Пошлют в ссылку, но Господня земля и что наполняет ее. Отнимут у меня имущество, но ничего не принес я в мир, явно что ничего не можем мы вынести. Вы знаете, братья, за что хотят не зложить меня? За то, что я не расстилал ковров, не облачался в шелковые одежды, не угождал чревоугодий другим, не приносил им золота и серебра. А мне говорят, ты крестил после принятия пищи и питья. Если я делал это, да буду анафема, да не считаясь в числе епископов, да не буду вместе с ангелами, да не буду угоден Богу. Впрочем, хотя бы я и крестил, вкусив пищи, то не сделал бы ничего непристойного. Пусть же не зложит и Павла Апостола, за то, что он после вечери крестил темничного стража. Пусть не зложит и самого Господа, за то, что он после вечери преподал причащение ученикам. Многое вижу я волн, и жестокую бурю, и уготованные копья, и как кормчий великую бурю сижу на двух кормах корабля, то есть в Ветхом и Новом Заветах, и веслами отражаю бурю. Не деревянными веслами, а честным крестом Господним обращаю бурю в тишину. Господь повелевает, и раб увенчивается. Для того он сам и предает его дьяволу. Разве неизвестно людям, что чистейший сосуд особенно блистает близ нечистого? Братья, три предлагаю вам предмета. Веру, терпение, целомудрие. Если хотите пребывать в вере, подражайте блаженному Аврааму, достигшему престарелого возраста и пожавшему зрелые плоды. Если хотите пребывать в терпении, подражайте блаженному Иову. Вы знаете его жизнь, слышали об его терпении. Не безизвестна вам его кончина. Если же хотите соблюдать целомудрие, подражайте блаженному Иосифу, проданному в Египет, и избавившему Египет, изнуряемый голодом. Он подвергался искушению от прелюбодейца-египтянки, порабощенной страстью любви, пристававшей к нему и говорившей, «Ляг со мною». Хотела лишить его целомудрия в Египте египтянка. Так и здесь египтянин, разумеется, Феофил Александрийский, враг святителя. Однако ни та не довела святого до падения, ни этот здесь. Но только обнаружилось свободное целомудрие, благородство детей и развращение варварской женщины. Братья, вор не приходит туда, где хворост, сено и дрова, но туда, где лежит золото или серебро или жемчуг. Так и дьявол не входит туда, где прелюбодей или богохульник, или хищник, или корыстолюбец, но туда, где провождающая пустынную жизнь. Братья, станем ли мы изощрять язык против царицы? На что мне сказать? И изавель неистовствует, и Илья убегает. И Радиада веселится, и Иоанн заключается в вузы. Египтянка клевещет, и Иосиф отводится в темницу. Так, если изгонят меня, я уподоблюсь Ильи. Если бросят в грязь Иеремии, если в море пророку Ионе, если в ров Даниилу, если побьют меня камнями Стефану, если обезглавлен, и Иоанну предпечи, если будут бить палками Павлу, если распилят пилою Исаии, и, о, если бы пилой деревянной, чтобы мне насладиться любовью ко Кресту, а грубевшая во плоти враждует против бесплотного, занятая омовениями, умощениями и мужем враждует против чистой и непорочной церкви. Но и сама она станет сидеть вдовою еще при жизни мужа, потому что, будучи женщиной, хочет сделать вдовою церковь. Вчера вечером она называла меня тринадцатым апостолом, а сегодня назвала меня Иудою. Вчера благосклонно сидела вместе со мной, а сегодня напала на меня, как дикий зверь. Пусть погаснет у нас солнце и затмится луна, только бы не забыть слов Иова. Иов, претерпевший такие удары, не произносил ничего иного, кроме «Да будет имя Господня благословенного веки». Когда жена кричала и говорила ему «Похули, Господа, и умри», то он, укоряя ее, и говорил «Ты как одна из безумных говоришь, о неблагодарная жена, о растравительница болезней, разве тебе жена, когда ты была нездорова, Иов говорил что-нибудь подобное? Не облегчал ли он твоей болезни молитвами и благодеяниями? Когда он жил в царских чертогах, имел богатство и царскую прислугу, ты не говорила ничего подобного. А теперь, когда видишь его сидящим на гноище и покрытым червями, говоришь «Похули, Господа, и умри». Разве не довольна для него временного испытания, и ты этими словами хочешь доставить ему и вечное мучение? Что же, блаженный Иов 2.10, ты говоришь как одна из безумных? Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этим не согрешил Иов устами своими. Разве не довольна для него временного испытания? И ты этими словами хочешь доставить ему и вечное мучение? Что же, блаженный Иов, а это беззаконное и ненавистное, это говорит говнова Изавель, не взывает и не говорит, но посылает ко мне консулов и трибунов, и только угрожает. На что это для меня? Паутины, производимые пауком. Братья, все вы знаете, что победа приобретается трудами, и венец назначен за подвиги, как и божественный Павел недавно говорил. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст Господь мне в день, он их праведный судья. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.